Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседа с батюшкой» и я ее ведущий Данил Рябинин. Сегодня у нас в гостях Ирей Илья Александров, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Илья! Здравствуйте! Благословите наших телезрителей! Благословит вас и ваши добрые дела! Ну и для вас, уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по номеру 278-60-14, код города Екатеринбурга 343. Звоните нам, задавайте ваши вопросы по нашей сегодняшней теме. Ну а сегодня, отец Илья, с вами мы обсуждаем такую тему «Нездоровые суеверия». В это воскресенье мы все с вами слышали повествование, евангельское повествование об исцелении расслабленного. Отец Илья, вот скажите, что общего между ним и между нами сегодня? Я думаю, что надежда на исцеление, на выздоровление была общая у больных и в те времена, и сейчас. Безусловно, он очень терпеливо, 38 лет, ждал около купели, когда придет сам Господь и его вылечит. Мы, конечно, может быть менее нетерпеливы, но мы тоже ждем, когда найдется какой-то человек, через которого придет эта помощь. Ну или сам Господь явит нам свою силу и как врач исцелит наши недуги, нашей земной жизни. Поэтому я думаю, что надежда, она есть всегда у самого крайне тяжелого больного. И эта надежда, она присутствует всегда у человека во все время его болезни. Но мы получаем исцеление от Бога посредством некоторых людей? Я думаю, что эти люди, это наши с вами врачи, участковые, терапевты, к которым мы регулярно обращаемся, к которым мы идем с любой болячкой или вызываем их по телефону, когда у нашего ребенка повысится температура. Безусловно, это те самые обычные люди, которые бывают иногда раздражительные, иногда уставшие после тяжелого дня приема, иногда срывающиеся на нас с вами. Но я думаю, что именно через них к нам приходит именно помощь Божия, что именно через них мы получаем исцеление от наших недугов, от наших болячек. И именно к ним мы должны относиться все-таки немножко с трепетом, потому что это и люди, которые, ну, так же, как и священнослужители, служат только уже на своем поприще. Но, наверное, существует разряд таких людей, которые злоупотребляют на нашей надежде на исцеление. Я бы хотел именно о них поговорить. Да, давайте. Да, то есть, безусловно, люди пользуются тем, что человек готов отдать все, чтобы получить здоровье. И эти люди, безусловно, ну, другими словами, как мошенниками, их не назовешь. Они ищут таких людей, они пытаются и находят дорожки к сердцу этого человека. И уже путем, различными способами манипуляции, они вымогают как деньги, так и не только физические остатки физического здоровья, но и здоровье душевное. Что главное, что, я думаю, мы сегодня в передаче особенно обратим внимание. Отец Илья, ну вот скажите, если человек находится в церкви, ему, наверное, проще не попасть к таким людям? Таких организаций, которые занимаются подобным видом обмана, очень много. Какие-то из них, такие как Порфирий Иванов и его детки, такие как Дуся Марченко и ее родостей, такие как Анастасийцы, они как красный свет светофора для нас православных. Они у нас на слуху, мы знаем и называем это нехорошим словом секта и обходим стороной. Но вот в последнее время, очень часто, люди нечистые на руку начали скрывать свою истинную деятельность под разными псевдоправославной, псевдонаучной терминологии. И очень в этом преуспели. И вот именно здесь, я думаю, что очень многие покупаются на это. Потому что когда они видят, что человек обложился иконами, называют благословение того или иного старца, или наоборот, он говорит о том, что у него лицензия той или иной академии научной, естественно научной, или что его товар сертифицирован, это у людей простодушных, какими по большому счету являемся мы сами, вызывают какое-то доверие, этим доверием пользуются. Я думаю, что в этом смысле, вот именно от таких людей не спасает даже какая-то церковность наша с вами. Поэтому здесь нужно обращаться только к специалистам. То есть, если вопрос касается болезни, то специалистам, находящимся в больнице, в клинике. Если вопрос касается душевного здоровья, то, конечно, это священнослужители. Теслия, позвольте, прервемся. К нам поступил первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Христос, Воскресе, Батюшка. Воскресе, Воскресе. Меня знаете, какой вопрос волнует? Я, по сути, очень чувствительный человек. Я чувствую добро, я чувствую зло. Мне вещи сны идут. Но Батюшка сказал, что я занимаюсь кликушествами, что он таких видел, и что очень многие сходят с ума. Что это такое кликушество? Пожалуйста, объясните мне. Спасибо за вопрос. Я думаю, что Батюшка под кликушеством хотел сказать, но надо спросить у него самого. Относительно того, что вы произнесли, я, наверное, тоже мог бы прокомментировать. Я думаю, что в какой-то мере какие-то такие псевдоощущения того, что происходит у нас с вами здесь и сейчас, было когда-то мне дано во сне. Безусловно, такое имеет место быть. То есть такие ощущения дежавю. Но, как нам известно, в области сна, такая тонкая область, мы очень становимся уязвимыми. Я думаю, на такие вещи, в первую очередь, не нужно обращать внимания. Это очень сложно. Бывают подчас, когда ты можешь, видишь ситуацию, в которой находится другой человек, и ты знаешь, что сейчас с ним произойдет дальше, и ты готов ему подсказать, рассказать о сне, предупредить. Но, мне кажется, в этом случае лучше задуматься о себе, о своих грехах, о том, что, может быть, мой авторитет перед этим человеком не настолько высок, чтобы я бы мог дамать ему какие-то советы. А он, глядишь, и обидится. А потом, если это все произойдет, и будет действительно, как вы сказали, скажет, что вы еще как-то ему и зла пожелали. В этом смысле, я думаю, что лучше заниматься самим собой. Думаю, что лучше, может быть, более глубоко обратить на свою духовную жизнь, обратиться к священнику уже с другими вопросами. Батюшка, как мне увеличить молитвенные правила настолько, чтобы я, ложась спать, не видел никаких снов. Вот засыпала бы как ребенок и просыпалась бы как ребенок. Но чтобы сил у меня хватало только на то, чтобы сходить на работу, накормить семью, помолиться и заснуть безупречно чистым сном ребенка. Спасибо, отец Илья. Позвольте, я для наших телезрителей напомню, что сегодня мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по номеру, который вы видите на ваших телеэкранах. Ну а сегодня мы беседуем о здоровье, наверное, и нетрадиционных методах лечения болезни. И как ее вылечить? Как Церковь вообще смотрит на нетрадиционные способы лечения? Ну, сам термин нетрадиционный, я думаю, что он ушел уже канул в прошлое. То, что было до того, как были систематизированы знания, о том, когда были получены энциклопедические знания, когда это все собрано воедино, получили систему, основываясь на этом, получили какие-то виды лечения от неизлечимых раньше болезней. Поэтому относительно нетрадиционно сейчас нужно относиться очень настороженно. Если вам предлагают какое-то лечение в больнице и называют это нетрадиционным, может быть, подача имеется в виду проверенное, но не широко распространенное лечение. Какие-то виды препаратов, которые только-только появились. То в этом случае, я думаю, что, к словам специалистов, можно прислушаться и пойти им на встречу в этом лечении. Но в случае, если нетрадиционные, означают, что это какая-то бабушка, это какие-то люди, организации, которые предлагают совершенно иной вид лечения, не одобрены государственными здравоохранительными структурами, не имеющие лицензии, а даже если лицензированы, то непонятны патентам. Я думаю, что в этом случае, конечно, нужно обратиться к специалистам. Если дело касается только здоровья, значит, надо идти к врачам. Если здесь примешивают, а подчас так и бывает, какую-то, еще раз говорю, православную терминологию, православную риторику, нужно обратиться, посоветоваться с батюшкой. Я думаю, что он, как человек рассуждающий, поможет вам разобраться в данной ситуации. Ну а какие-то примеры, может быть, если я могу привести вот такой, таких методик? Примеры, но их много, и вот они все, по моему мнению, и мнению тех людей, которые занимаются сектами, являются все-таки не нашими. Это ирведы, это иребюфинг, то есть объявления которых просто развешаны по всему городу. Традиционные виды лечения очень популярны именно из-за их дешевизны, из-за того, что людям предлагают какие-то альтернативные способы лечения за минимальное время, короткие сроки и за небольшие деньги, то есть все вместе. И вот такой вот, как Александр Леонидович Дворкин говорил, американский вот такой вот магданализация каких-то вот не только духовных, но и физического нашего здоровья, она ничего к хорошему не приводит. Быстро и качественно, как бы никто ничем не занимается. А вот попасться на обман и на мошенников в этом смысле намного проще. Ну, а также ведь существует такой разряд, как народная медицина, вот там травки, припарки. В наших храмах, да, я сам видел книги, в которых описываются те или иные виды заваров, отжима, еще что-то. Но, как бы, все виды лекарств, которые нам известны, они тоже, в принципе, когда-то основывались на тех или иных лекарственных препаратах, которые вот когда-то росли в лесу. То есть выделили какое-то вещество, затем научились его синтезировать искусственно. То есть, в принципе, тот же самый, только еще более концентрированный препарат мы можем купить с вами в аптеке, а не находя, как бы, его где-то вот непонятно в ком-то лесу, на непонятных комкочках, которые, ну, зачастую, как бы, экология нас с вами все-таки может подвести в этом смысле. И стремясь стать ближе к природе, мы, наоборот, нанесем непоправимый вред здоровью. Поэтому, я думаю, что проверенные лекарства, которые, опять же, специально нам будут назначать наши с вами врачи, они все-таки больше принесут пользы, чем вреда. Но относительно того, что мы имеем с вами в храмах, я думаю, что те таинства, которые Господь, как врач, нам оставил через свою церковь, они, безусловно, только являются такой вспомогательной для человека, лечащегося от какого-то заливания средств. Таинства соборования, таинства исповеди, на которых мы все-таки, как вот в евангельском чтении, в это воскресенье вспоминаем те самые грехи, которые, может быть, послужили причиной той или иной болезни. Вот этими способами нужно пользоваться. И они все-таки больше традиционны, чем нетрадиционны. Отец Илья, у нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Отец Илья, у нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Это Илья, это что-то, да? Алло? Да, задавайте. Здравствуйте, вы уходите. Батюшка, Богословите, пожалуйста, разобору, я ходю. Бог благословит вас и ваши добрые дела. Я не знаю. Я не знаю, вот я, может, не покинул, но я вот... У меня дочь очень сильно болела, тяжелая болезнь у меня была. И она по переченьке просила, чтобы я ее кривировала. И я ее кривировала. А теперь я еще не знаю, что это грех большой, что... Что это... Господь, он когда-то воскресивший, а Илья, он... То есть, может, воскресить, потому что, Дима, пипел, штаток. И вот я вот в двух консультах еще хожу в церковь, исповедующих, причащаюсь. И не все пора, я говорю, а то что мне делать, я уже... Спасибо, давайте прервемся, мы, собственно... Просьба... И мы вопрос поняли, да. Повторить вопрос, пожалуйста. Да. Сейчас, Илья, в общем, наша уважаемая телезрительница кримировала свою, насколько я понял, умершую дочь больную. И вот сейчас и многие батюшки говорят, что это грех. И каждый, причем по-разному. Кто-то говорит одно, кто-то другое. Вообще есть какое-то скромное мнение? Ну, я думаю, что для того человека, которого вы кримировали, его судьба, как бы, ну, наверное, уже ее не изменить. Но относительно людей, которые присутствовали при кримации, наверное, педагогически это было бы не совсем верно. Потому что на иной раз, то есть, наш чин погребения, он очень красивый, он устоявшийся, он состоит из нескольких этапов. Первое — прощание с человеком, нахождение его на богослужении, молитва, чтение псалтери, утром следующего дня, последняя литургия, на которой присутствуют его родственники. То есть это все проходит постепенно, постепенное прощание, просьбы о прощении каких-то забытых грехов перед этим человеком. Все постепенно и очень педагогично. В случае кримации, конечно, все эти этапы, они опускаются. Человека, ну, как вот мы с вами сжигаем мусор, да, то есть как мусор, к сожалению, так вот сжигают. То есть для самого человека, я думаю, что вот, для самого человека, в этом греха его личного нет. Он сам себя не сжигал. Но относительно, как бы, вот последующих, я думаю, погребений, все-таки, как бы, задачки с тем, чтобы погребить так, как надлежит это сделать христианину, то есть в землю. И рассуждать нужно именно из педагогических, как бы, соображений, что для людей, которые прощаются с ним, это будет более полезно, более назидательно, нежели чем его сжечь в крематорию. Спасибо, Алиса Илья. Давайте возвращаемся к нашей сегодняшней теме. Мы говорим вот о таких нетрадиционных, может быть, способах лечения. Скажите, как вообще избежать обмана и не попасться вот на какие-то уловки? Ведь порой склонны на это. Как бы, к сожалению, вот те люди, которые должны контролировать этот процесс, процесс не обмана нас, как людей, обращающихся в соответствующие организации, он не настолько, как бы, силен. В частности, недавно на центральных каналах был такой фильм «Плесень». До этого был фильм, который назывался «Великая тайна воды», который до сих пор можно найти в некоторых наших православных храмах, которые больше, как они назывались, назидателем, но очень популярные фильмы, касающиеся острых медицинских вопросов, к сожалению, таковыми они не являются. Это больше по пособию, по магии и оккультизму. И, к сожалению, люди путаются. То есть они вот за вывеской данных, как бы, фильмов видят нечто полезное для них и начинают этому доверять. Как уберечься? Ну, я думаю, что, во-первых, пользоваться специализированной литературой, не клевать на что-то очень популярное, потому что популярное не всегда и не факт, что это правильное. Вот. Относительно вещей, связанных, если, опять же, идет православная терминология, если вы видите, что в том или ином лечении люди, помимо каких-то лекарств, предлагают какие-то еще молитвы, нужно обратиться к священнику. А по поводу лекарств нужно обратиться к специалисту, к врачу в больнице. И вот у нас были случаи, когда даже к нам в храм приходили люди, вот был у меня зимой этот случай, пришел молодой мужчина, сказал, что он человек церковный, справедуется, причащается, и попросил его осветить небольшую вещь. Эта вещь, как он говорил, его талисман, который является оберегом его от радиации. Я поинтересовался относительно принципа его действия. Он попытался объяснить, причем его объяснение, ну, вот это было таким вот магическим, таким оккультным. И я, как бы, вот, к сожалению, ему отказал. Он очень обиделся, но я, как бы, вот, признал все-таки за собой право не освещать ту вещь, которая, ну, вот, ну, не является она нисколько научной, вот, и в какой-то степени даже обманывает человека, который его носит. То есть, ну, она не берегает его от той радиации, которой он якобы вот боится вот попасть. И вот такие вещи, конечно, не сплошь и рядом. Я думаю, что в этом случае, еще раз говорю, нужно обращаться только к специалистам. У нас на приходе, например, есть несколько врачей, очень замечательные врачи, дай бог им здоровья. И вот когда мы в этой зимуе лежали с сыном в больнице, у него была пневмония, я звонил, наверное, через каждые, там, несколько часов. Я говорю, вот, нам прописывают такое-то лекарство, пожалуйста, скажите нам, вот, как оно подействует на него. Вот у него таких-то, таких-то вот не будет, там, скажем, таких вот после, вот, прививочных синдромов. Говорит, вот, и нет, это лекарство хорошее, нужно ставить. То есть, если у меня есть какое-то, вот, скажем, может быть, легкое недоверие, я переспрошу, но переспрошу только у того человека, который в этом разбирается. Ну, благодаря этому, в принципе, от германии мы выздоровели, вот, и я очень благодарен тем врачам, с которыми замечательно познакомились. После этого они побывали у нас в храме, в гостях, и были замечательные отношения. Вот, а некоторые мамы, к сожалению, они вот забирают детей раньше срока, раньше назначенного срока лечения, подписывают бумаги о том, что они принимают всю ответственность на себя, именно из-за недоверия, что вот им ставят уколы, и они не понимают, зачем эти уколы, что это за лекарство. Я думаю, чтобы такой ситуации не возникало, надо обращаться к специалистам. Отец Илья, у нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Вы знаете, вот тоже вот, так, человека верующего, очень интересует такой вопрос. В Библии, в Евангелии упоминаются и пророки, и волхвы, и гадатели, и про звезду, как говорит, все знают это в Вифле немскую, и про наложение рук, ну и так далее, и так далее. Долго перечислять. То есть, получается, что со стороны добра, со стороны Господа совершаются чудеса, и со стороны зла тоже могут творить чудеса. Да, кстати, я сама это убедилась на своем собственном опыте. Так вот, как действительно-то нам отличить-то, и как не попасть, ну как бы тоже не хотелось бы, вот как человеку верующему, принимать вот эти, как бы, чудеса с противоположной стороны. А некоторые вот действительно умеют это здорово делать. И магические ритуалы, и, может быть, даже и тот же самое наложение рук. Да, да, спасибо. Спасибо за вопрос. Я немножко забегу вперед, я знаю, что этот вопрос должен у нас прозвучать немножко позже. Я, наверное, его озвучу сейчас. То есть, вопрос заключается в том, вот если человек обращается к Богу и не получает исцеления, или получает, но получает, скажем, исцеление не в церкви, а в том месте, куда он обратился. И это место, оно далеко, скажем, от Христа и от церкви. Я бы хотел привести просто конкретный пример. У нас в нашем храме есть женщина, она очень церковный человек, она плечается, поведуется. Но она очень давно болеет в крайней степени, в крайней стадии рака. И вот сейчас, в данный момент, она находится в больнице, имя ее Наталья. Но вот почувствую, что в она, вот остались последние часы, дни ее жизни, она принимает обеты, необходимые для принятия монашества, и становится монахиней надежды. Я думаю, что самое главное изменение и чудо, которое может произойти с человеком, и самое главное исцеление человека, это исцеление, которое происходит с его собственным сердцем. Если он теряет последние остатки злобы на людей, которые его окружают, которые здоровы в отличие от него, если он перестает страдать, видя счастье других людей, если он перестает завидовать, и если вот это происходит в его сердце, означает, что Господь действительно его посетил через тех людей, которые его окружают, может быть, через тех врачей, через тех родственников, которые не оставили его в тяжелую крайнюю минуту. Именно это настоящее чудо. Ведь зачастую Господь попускает нам какие-то болезни, и даже, может быть, тяжелые, неисцелимые болезни для того, чтобы изменить наше с вами твердое, ожесточенное сердце. И если это происходит, то это действительно настоящее чудо. И я думаю, что именно поэтому вы должны смотреть и отличать чудо, исходящее от Бога и, скажем, от других товарищей. То есть если от Бога, то человек меняется в корне, в глубине души, в сердце. Это самое главное. Безусловно, болезнь, она может отступить на какое-то время, она может уйти, но она может остаться там же, где и была. Но если у человека осталась надежда, если человек изменился, если человек примирился со всеми, подготовился к смерти, ждет ее, это значит, что чудо произошло в его жизни. Это значит, что Господь действительно посетил этого человека. Это чудо от него. Спасибо, отец Илья. Вот скажите, следует ли человеку православному обращаться к часто публикуемым в печати в сообщениях о магнитных бурях и вообще неблагоприятные дни? Ну, я еще скажу менее научно, еще и к астропрогнозам, которые, к сожалению, некоторые вновь обращенные православные, к сожалению, обращают внимание, как они говорят, по инерции. Начну с магнитных бурь. Скажу, что от фотона долетает от Солнца до Земли луч света за 8 минут. То есть частичка, которая не имеет мяса покоя, которая летит к нам со скоростью света. Остальные частицы, то есть когда происходит буря, происходит выброс каких-то тяжелых частиц с поверхности Солнца. Они долетают до нас спустя сутки, спустя несколько суток. И предугадать, когда именно они появятся в магнитосфере, в атмосфере нашей Земли, очень сложно. Можно почувствовать это, только поймав приборами, уловив приборами на орбите Земли. Поэтому предсказать, что вот в этот день магнитная буря, и в этот же день вам станет плохо, научно невозможно. Именно здесь, я думаю, больше идет речь о соматике, о внушении. Что человек читает, говорит, что о, буря, мне должно быть плохо. Вот, ой, мне уже плохо. И вот с этой точки зрения мы больше внушаем себе, что в этот день у нас будут неудачи. А с точки зрения астропрогнозов, ну вот, опять же, предыдущая матушка спрашивала носительного волхов, который говорится в Евангелии. Время звезд прошло. На нашем с вами небосводе, на нашем небосводе нашей жизни, засеяло Солнце, Солнце, правда. Неужели из-за Солнца, вы взгляните днем на небо, видно хотя бы одну звездочку. Время звезд прошло. Безусловно, астропрогнозы – это откровенный вред для нашей с вами души. Мы не можем, точнее, мы не хотим, будучи свободными, созданными по образу подобия Божия, быть подвластны каким-то мертвым, безжизненным кускам материи. Зачем нам это с вами, если мы можем силой своей воли, молитвой к Богу, помощью святых, и своими собственными силами изменить свою собственную жизнь? Зачем мы будем подчиняться каким-то звездам? Я думаю, что астропрогнозы, они наносят, конечно же, больше вред, и никакого блага, а их влияния на нашей звезды совершенно нет. А то, что по инерции, я думаю, ну, надо просто отворачиваться. Вот вас же не заставляют смотреть по телевизору астропрогнозы или раскрывать специально газету на этой страничке. Я думаю, что в этом смысле мы солидарны абсолютно со всей научной общественностью, что астропрогнозы просто, к сожалению, дурят наших с вами людей, нас с вами. Тесли, а вот как относиться к одному из таких методов лечения, как к уринотерапии? Вот они порой иногда встречаются в публикации. Я думаю, тут по-евангельски. Как мы относимся к собаке, которая возвращается к своей блевотине? Эта методика, она взята из восточных практик. И своими корнями она уходит в чисто религиозные практики, уходящие в языческую Индию. Я думаю, что как она, с одной стороны, нам чужда, так и с другой противна. То есть, если мы, как бы, ну, я думаю, что, как бы, все-таки фильтруем, все-таки какие-то вещи, происходящие в нашей жизни, мы не должны допускать и опускаться до таких методов лечения. Тем более, что у нас все-таки медицина находится на высоком уровне. И я думаю, что мошенников в наших больницах, как бы, вот, ну, не настолько много, чтобы игнорировать больницу как место, где мы получаем исцеление. И обращаться вот к тем людям, к такому, как Малахов, который ведет передачу «Малахов плюс». К сожалению, вот он не слишком афиширует все свои самые громкие заявления, которые он пишет в книжках. Ну, в частности, уринотерапия – это его конек. А люди, которые смотрят его передачу, говорят, да он там про укропчик говорит, да он там нам про рецептики говорит. На самом деле, человек просто, вот, точнее, люди его рекламируют. Вот, и тем самым люди просто обращаются вот к этим непонятным, знахарским, совершенно нетрагиционным методам лечения. Совершенно противным нам, как, даже не как христианам, просто как людям. Отец Илья, ну вот скажите, как человека предостеречь от того, чтобы он не пошел, положим, к экстрасенсу, магу лечиться, или там, вот, к всевозможным бабушкам? Я думаю, что… Даже если у него есть такое желание. Я думаю, тут надо предварительно задать себе вопрос, как я отношусь к своей собственной болезни. Вот, и я думаю, что тут можно ответить словами. Следующими словами, которые обращены к Богу, Господи, «Дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, и дай мне мужество изменить то, что я могу, и дай мне мудрость отключить одного от другого». Ведь случаи, когда идут к знахарям и всяким гадалкам, тогда, когда официальная медицина говорит, что она здесь бессильна. Вот, в этом случае человек не находит в себе мужества признать, что я, как бы, не могу справиться с самим собой, я хочу жить, я не готов к смерти, и я буду отдавать все свои последние сбережения, свое душевное, духовное здоровье, психологическое, абсолютно, на то, чтобы воспользоваться совершенно непонятными, непроверенными средствами лечения. Пускай этот человек, глядя мне в глаза, обманывает меня, но он мне дает какой-то шанс, и я этим шансом буду пользоваться до конца. Этот человек, к сожалению, поступает не мужественно. Я думаю, что в этом случае нужно помочь ему, то есть помочь его родственникам, помочь его близким людям, которые по-настоящему действительно его любят. Ну, общеизвестен случай, например, с Анной Герман, мой любимый, ее творчество, вот, как она, к сожалению, не смогла, хотя ее муж был верующим человеком, вот она сама болела очень тяжелой болезнью, и вот тоже закончила свою жизнь тем, что вот перестала обращаться к врачам, а ходила вот по людям, которые что-то ей обещали. И таких случаев очень много рядом с вами. Я думаю, что на них нужно обращать внимание. Если человек теряет остатки надежды, если врачи, может быть, сказали нетактичное слово, может быть, нагрубили, и она, вот этот человек потерял к ним уважение, доверие, нужно это доверие вернуть, потому что, еще раз говорю, даже в очень тяжелых ситуациях, все равно надежда на исцеление, она есть. А если ее нет, то нужно мужественно принять это просто как факт и приготовиться к тому, что неизбежно. Отец Илья, до окончания нашего эфира осталось совсем немного времени, но вот скажите, действительно ли помогают больному человеку записки, которые мы подаем за него в церкви, ставим все вещи и так далее? Я думаю, что помогают наши с вами молитвы. То есть, если человек приходит и отдает помянники как можно больше храмов, а сам не ходит на богослужение и не молится за этих людей, то эти усилия, как медь звонкая, я думаю, что все наши усилия должны быть направлены на нашу с вами молитву. Если мы отдаем какую-то заказную записку на проскомедию, мы должны сделать так, чтобы и мы присутствовали на этой молитве, а если не можем присутствовать в храме, то мы молились дома, вместе зная, что в этот же момент молится вся церковь за того или иного нашего близкого человека. Именно наша молитва с вами и является тем самым главным делом, доброделанием для того человека, который, скажем, уже за себя не может помолиться. И в этом смысле, конечно же, мы не должны оставлять молитву ни на один день о наших как усопших братьях и сёстрах, так и о ныне здравствующих, но не желающих или не могущих каким-то причинам за себя помолиться. То есть молитва, в первую очередь, должна стать им шансом и возможностью для обретения исцеления. Спасибо, Отец Илья. К сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу. Я вас благодарю за нашу интересную беседу сегодняшнюю. Были рады вас видеть в гостях. Благословите наших телезрителей. Большое спасибо вам. Бог благословит вас и ваши добрые дела. Ну, а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч. Помогай вам Господь. И будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!